Добрый вечер! Вы смотрите НТС. Это программа «Реальная экономика» и я ее ведущая Салтанат Кудайбердиева. Сегодня в выпуске новости макроэкономики, прогнозы, тренды, рейтинги, итоги и недельный обзор финансовых рынков. Взаимная торговля без барьеров. Совет Евразийской экономической комиссии одобрил проект соглашения о создании единого рынка семян сельскохозяйственных культур. Принятое решение позволит снять все существующие ограничения в торговле семенами внутри ЕАЭС и снизить зависимость от импорта. Таким образом, ЕАЭК облегчает жизнь игроков рынка, которым теперь уже не надо тратить так много времени на повторную проверку качества продукции и на переоформление документов при продаже семян, возимых из стран участниц Евразийского экономического союза. В рамках принятого решения будет сформирован общий информационный ресурс о разрешенных на территории пяти стран сортах сельскохозяйственных растений. Вполне вероятно, что реализация данного соглашения позволит Кыргызстану повысить урожайность и конкурентоспособность сельхозпродукции на внешнем рынке, поскольку страна уже многие годы испытывает дефицит высококлассных и высокопродуктивных семян из-за слабой материально-технической оснащенности местных семяноводческих хозяйств, количество которых в разы было сокращено после развала Советского Союза. В рамках реализации пятилетней программы эта ситуация так или иначе должна была разрешиться. Так удалось ли правительству этого добиться? Мы запускаем серию инфографик, посвященных предварительным итогам реализации национальной стратегии устойчивого развития страны, которая завершается уже в следующем году. И первая наша тема – агропромышленный сектор. О решенных и нерешенных проблемах приоритетной отрасли нашей экономики более красноречиво расскажут сами цифры. Национальная стратегия устойчивого развития страны. Агропромышленный комплекс в сроке реализации с 2013 по 2017 год. Цель – произвести больше сельхозпродукции, высокого качества и обеспечить продовольственную безопасность страны. Как этого добиться? Путем ежегодного ввода в оборот по 10 тысяч гектаров орошаемых земель. Развитие кооперации и создание цепочки продвижения сельскохозяйственной продукции от производителя до рынка сбыта. Для решения поставленных задач было разработано 24 инвестиционных проекта. Так сколько же из них за 4 года удалось запустить и реализовать? Итак, первый проект – строительство завода по производству минеральных удобрений. Проект завершен. Из суммы в 2 миллиона долларов освоено 60%. Предприятие построили на базе автосборочного завода в Бишкеке. Производительность объекта – 1 миллион литров продукции в год. В 2014-м произвели 100 тысяч литров органоминеральных удобрений. Сегодня идет их продажа. Второй проект – создание 14 семеноводческих хозяйств. Создавать с нуля не стали. Было отобрано 14 семеноводческих хозяйств из числа действующих предприятий со всей республики. Лучшие из лучших, по данным специалистов, получили от доноров семена высших репродукций. 94 единицы сельхозтехники, предназначенной для обработки почвы, посева и уборки урожая. Общая стоимость проекта свыше 7 миллионов долларов. Освоена вся сумма. Третий проект – создание сети племенных хозяйств по одному в каждой области страны. Проект реализован. От запланированной суммы освоено всего 58%. В результате 353 трактора, комбайна, пресс-подборщика, сейлки, косилки, плуги, приобретенные на грантовые средства, перешли в собственность 10 действующих племенных хозяйств. Каким именно – не уточняется. Кроме сельхозтехники, 8 из них получили около 400 голов крупного рогатого скота, мясных и молочных пород из Америки. Четвертый. Закупка оборудования для пунктов искусственного осеменения крупного рогатого скота. Приобрели в кредит и передали. Пятый проект. Финансирование лизинга сельскохозяйственной техники. Через Аилбанк крестьяне и фермеры приобрели 225 тракторов почти на 5 миллионов долларов. Проект полностью реализован. Шестой. Оснащение департамента водного хозяйства и мелиорации при Минсельхозе строительной техникой. За счет турецкого кредита в размере 10 миллионов долларов профильное ведомство обзавелось необходимыми экскаваторами, бульдозерами, автокранами и самосвалами. Всего 244 единицы. Седьмой проект. Проведение реконструкции части канала Бешбатман для того, чтобы улучшить водообеспеченность Ренжитской долины Аксийского района. Деньги на эту цель около 50 миллионов сомов выделили из республиканского бюджета. Благодаря проекту, по сообщениям специалистов, площадь рошаемых земель увеличена на 1074 гектара. Восьмой. Строительство ирригационного сооружения на Бургандинском массиве Кадамжайского района Баткенской области. Возведение каналов завершено. Дополнительно введены 3498 гектаров новых орошаемых земель. Остальные проекты из-за отсутствия финансов еще не начаты. Всего на запуск 24 проектов требовалось свыше 140 миллионов долларов. На данном этапе освоено почти 60 миллионов долларов. Как в результате, реализованные проекты повлияли на состояние сельского хозяйства, удельный вес которого в ВВП страны в 2012 году составлял 16,7%. Главными показателями устойчивого развития сельского хозяйства являются его удельный вес, валовая продукция сельского, лесного хозяйства и рыболовства, удельный вес перерабатывающей промышленности КВВП, доля занятых в сельском хозяйстве и, конечно, производительность труда в агропромышленном комплексе. До завершения национальной стратегии устойчивого развития Кыргызстана остался всего один год. Без налаженной системы переработки и сбыта выращивать сельхозпродукцию оказалось делом бессмысленным. Из года в год крестьяне сталкиваются с одной и той же проблемой – продать полученный урожай не ниже рыночной стоимости. То капуста уходит за копейки, то картошка, то теперь свекла. Правда, хорошо, если они пусть даже за небольшую цену, но продаются. Хуже всего наблюдать, как урожай гниет на складах. Причина в большинстве случаев, по мнению экспертов, в том, что профильное ведомство работает из рук вон плохо. Поводом для таких рассуждений служит заключение счетной палаты, согласно которому бюджетные средства используются министерством не по назначению. Счетная палата сообщает, по итогам аудита прошлого года отдельные управления Министерства сельского хозяйства и мелиорации и его территориальных подразделений уличены в расстрате бюджетных средств. О чем идет речь? Остановимся на некоторых пунктах этого отсчета. На работу по заключению аудиторов устраивались без конкурса, временно исполняя обязанности того или иного сотрудника, при этом получая полный оклад. Нормативная структура госдолжностей не соблюдалась. В итоге начальников на 25,6% оказалось больше, чем самих подчиненных. Соответственно, в результате завышенных окладов шла переплата по зарплате. Впрочем, это далеко не единственная статья необоснованных расходов. Бюджетные средства, выделенные для проезда, командировок и связи, в отдельных случаях использовались не по целевому назначению. Часть средств отдельными сотрудниками просто необоснованно списывалась. Общая сумма нанесенного ущерба профильного ведомства и всех его подразделений в отчете счетной палаты не указана. Напомним, в прошлом году бюджет министерства был утвержден в размере свыше 1 миллиарда сомов. Сегодня в министерстве проводятся реформы, правда, не в пользу бюджета. Ведомство, согласно постановлению Дюкор-Кукинеша от 22 июня 2016 года, претерпело реорганизацию, которая не ведет сокращению расходов госоргана. Напротив, к названию Министерства сельского хозяйства и миллиарации добавлено еще одно словосочетание – пищевая промышленность. А вместе с ним при нем созданы еще три новых департамента. Департамент фитосанитарии и карантину растений, департамент пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства, департамент по экспертизе сельскохозяйственных культур. Правительство в очередной раз возлагает на министерство большие надежды. Как повысить эффективность работы Министерства сельского хозяйства, миллиарации, а теперь еще и пищевой промышленности, смогут ли принимаемые правительством меры по оптимизации и реорганизации структуры расшевелить неповоротливый аппарат профильного ведомства, а помогут найти ответы на обозначенные вопросы приглашенные эксперты. Сегодня у нас в гостях заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и миллиарации Кыргызстана Джанебек Керималиев и генеральный секретарь антикоррупционного делового совета Нурипа Муканова. Добрый вечер. Добрый вечер. Джанебек Калканович, уже несколько лет подряд муссируется вопрос о ликвидации Министерства сельского хозяйства. Очень много нареканий и претензий высказывается в адрес вашего ведомства как со стороны фермеров и гражданских активистов, так и со стороны депутатов. Сейчас вы проводите реорганизацию структуры, рассчитывая, скорее всего, на некое смягчение общественного мнения. Вот после всего этого, как вы думаете, качество работы данного министерства действительно повысится? Министерство сельскохозяйства упразднять – это ум непостижимо. Если так посмотреть, ни один здравомыслящий фермер никогда не говорит, что это упразднили Министерство сельскохозяйства. Министерство сельскохозяйства всегда нужно и всегда будет нужно. А если вот такие некоторые говорят, что это надо упразднить, это просто они не понимают, и в аграрном секторе не понимают, из-за этого говорят. Данил Калканович, а оптимизация как-то направлена на сокращение расходов Министерства? Насколько нам известно, штат ведомства увеличился после реорганизации. Салтанат, если вот так посмотреть, одно время очень раздутый штат был. В настоящее время у нас в центральном аппарате 80 человек. 82 человека работают. А всего какая численность? Численность Министерства сельскохозяйства более 5400. А вот 85% – это водные хозяйства. Потому что там полностью есть техники, есть мураво, все полностью числится. А так, через системы, аграрный сектор, который непосредственно работает, 1200 человек. Вот вы говорите о том, что сейчас в центральном аппарате 85 сотрудников, да? 82, да. Ну, 82. А вот в этом постановлении правительство, вот даны цифры, да, к приложению номер 1, 369 и 176, заменить цифрами 367 и 174. Это что за цифры такие? Нет, вот эту подробность, на эту цифру не будем смотреть. Я сейчас конкретно... Потому что, знаете, почему я задала этот вопрос? Потому что, на самом деле, оптимизация проводится с какой-то целью, да? В данном случае, я думаю, что все-таки основной целью оптимизации Министерства сельского хозяйства было связать функции, полномочия Министерства с его результатами, да? То есть, на самом деле, что в итоге работы Министерства получают фермеры, что получают крестьянские хозяйства, да? Как им Министерство оказывает помощь? С другой стороны, это все-таки попытка сократить бюджетные средства, оптимизировать их там, где это возможно. Но если смотреть на эти цифры, получается, что в Министерстве сельского хозяйства сокращение в две штатные единицы, да? То есть, 369, 367 и 176, 174. Ну, Репожей, вот правильно говорить, здесь вот подробности сейчас с собой не взял, окажется. Здесь про центральный аппарат не говорится. У нас планировалось, что у нас оптимизация в аграрном секторе, и долгое время это продлился. Каждый премьер-министр, когда приходил и хотел сделать оптимизацию, и не получилось, потому что изучать, 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 говорили. А сейчас, в настоящее время, оптимизация произошла у нас. Вы можете сказать хотя бы... У нас, в настоящее время, до этого было где-то 14 подведомственных организаций. Мы сократили 8. До 8 сократили? До 8, да. То есть, сейчас 8, да? Не 14, а 8? Не 8, сейчас мы сократили замдиректоров, 3 директора сократился. И там бухгалтеры, главный бухгалтер, кассир, отделка, все сократили. Бюджет от проводимой работы сколько выиграет? Общий объем расходов на этот год выше 1 миллиарда сомов. В итоге он на сколько сократится? Сократился. У нас, в настоящее время, в районных департаментах, районных управлениях аграрного развития, 3-4 специалиста работали. Мы сейчас сократили, не сократили, ну да, упраздняли. И вот этот единиц, который освобожден единиц, передали районам. Сейчас на районных уровнях будет работать вся специалиста. Бюджет, в принципе, не изменился. Вот у вас был бюджет на уровне свыше 1 миллиарда сомов, он так и остался. Даже после оптимизации. Если, Салтанат, если вот так посмотреть, вот всегда мы говорим, что вот столько-то миллиардов сомов в аграрном секторе. Нет, здесь я только что сказал вам, 85% бюджета уходит на водное хозяйство. Департамент водного хозяйства. Это в любом случае Министерство сельского хозяйства. Да, мы должны смотреть, там есть специально, там есть мурабы, есть техники разные, вот которые непосредственно работают. Они не государственные служащие, они административные служащие. Если мы сравним все-таки, не сравним, а свяжем вот эту реорганизацию, оптимизацию с конечным результатом, да, то на 2015 году Министерство сельского хозяйства, его структура, да, доля ВВП была 13,6%. Если сравнить с 2008 годом, тогда было в доле сельского хозяйства ВВП где-то 26,3%. То есть мы видим двойное сокращение, да. Вот в 2016 году какой ожидается ВВП сельского хозяйства, вклад в валовый национальный продукт? Ну и подожди, вот сравнивать, да, вот прошлое сравнивать, да, одно время мы 50% ВВП давали в аграрный сектор. Когда это было? А сейчас это 45% ВВП обходилось. А в данное время у нас все фермерские хозяйства, у нас это кооперативы разные. Неужели для того, чтобы поднять вот этот частный сектор, нужно иметь вот такое количество департаментов, вот такое количество, допустим, государственных предприятий, такое количество центрального аппарата? Вот мне вот это вот, как просто гражданину Кыргызстана, непонятно. Вот мы специально вот сидели, вот все это рассчитали, вот столько департаментов нам не нужны, мы сократили столько департаментов. То есть получается, что Айлюкмыты должны делать обследование, Айлюкмыты должны вносить химизацию, Айлюкмыты, все должно делать Айлюкмыты. Что касается удобрений, полностью обеспечивает этот частный сектор. Так где роль Министерства сельского хозяйства? Если насчет роли, если начну говорить, тогда времени у нас не хватит. Но просто это, если химизация или карантинные растения, если возьмем, департамент карантинных растений сейчас нужен, очень нужный департамент. Почему? Потому что наши производители, вот как раз непосредственно там вывозят товары или продукции, да, вот они совместно работают с фермерами, да. И вот Айлюкмыты, Айлюкмыты говорите, Айлюкмыты совместно с Айлюкмыты вместе будем проводить работу. Почему? Потому что если с Айлюкмыты не будем работать, тогда не получится, потому что все полностью там, это власть в Айлюкмыты. Айлюкмыты, вот в рамках проводимой оптимизации, да, Министерству сельского хозяйства, пищевопромышленности и мелиорации переданы некоторые функции Министерства экономики, Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности, налоговой службы. Это делается с таким расчетом, что данное профильное ведомство лучше справится с ветеринарным и фитосанитарным надзором, лучше будет контролировать, смогут ли предприниматели нашей страны соблюдать требования к безопасности сельхозпродукции, установленные техрегламентами Евразийского экономического союза. Как вы думаете, оправдают ли данное Министерство ожидания правительства? Ну, во-первых, я не знаю вообще логику, да, на самом деле, когда передавали эти функции Министерству сельского хозяйства. Почему? Во-первых, Министерство сельского хозяйства, как государственный орган, он определяет политику. Что касается государственной инспекции, фитосанитарии и ветеринарии, которая была при правительстве Кыргызской республики, она как раз проверяет исполнение вот этой политики. И на самом деле это было правильно. Почему? Потому что сейчас получается, что государственный орган сам определяет политику и сам себя будет проверять. То есть с точки зрения государственного управления это получается не совсем эффективно и даже, можно сказать, совсем неправильно. Фитосанитарная безопасность у нас, а мониторинг будет, мониторит это ветеринарная инспекция, фитосанитарная инспекция. А ветеринар полностью там остался, там, где государственный ветеринар, фитосанитарный, к нам эта ветеринарная служба не перешла. Полностью у них. А мы политику делаем, да, мы политику делаем, и производство мы должны делать. Будет лабораторные исследования, вот это все полностью наша служба будет делать. И госпитинспекция будет контролировать и надзирать, и будет заключение писать акты. Конечно, правительство не могло само по себе без вашего участия взять и определять вашу структуру, ваши функции, потому что это министерство должно определять. Вот скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день существуют кластеры, да? Вы знаете, да? Кластеры это саморегулирующие организации, да? То есть нельзя ли было вот эти приоритетные направления деятельности изложить, сделать основным содержанием этой оптимизации, а все остальное отдать кластерам? И тогда можно было бы, знаете, не распыляя средства, Министерству сельского хозяйства сосредоточиться на вот этих основных направлениях и дать этот результат. И может быть тогда вот в структуре ВВП доля сельского хозяйства, наверное, выросла. Распылять бюджетные средства очень громко сказано, потому что какие средства министерство сельского хозяйства распыляет? Я вам тогда сейчас приведу пример. По заключению аудиторио-четной палаты отдельное управление Министерства сельского хозяйства и милиарации и его территориальных подразделений используют как раз-таки бюджетные средства не под назначением. Таковы были итоги аудита использования бюджетных средств? Нет, если под назначением там кто распыляет, кто растранжирует, их надо посадить надо. У нас антикоррупционная группа работает. Мы всегда говорим, вы не растранжируете деньги. И так у нас средств мало, и еще будут растранжировать другие. Хорошо. Мы не позволяем и не допускаем такие растранжированные деньги. Исполняющие обязанности много в прошлом году, позже в прошлом году назначали. Из-за этого они это счетная палата. Почему? Потому что закон государственную службу надо через третий день конкурс проводить. А у нас такого не было. И вот это шла переплата. Вы знаете, я хочу тут нести, ну, как бы скажем, уточнение, потому что, когда я говорила о распылении бюджетных средств, я говорила о том, что средства, которые выделяются государственному органу, она фактически уходит на самоподдержание этого государственного органа. И эти бюджетные средства плюс кредиты и гранты, которые Министерство сельского хозяйства получает, они никак не связаны с его конечным результатом. Понимаете? И с точки зрения наших граждан это и называется нецелевое или распыление. Я не говорю о том, что кто-то там съел, да, то есть это деньги абсолютно, ну, как бы скажем, это функции, вот счетная палата и так далее, и так далее. Я не про это говорю. В условиях, новых экономических условиях сотрудников Министерства обучают, причем на грантовые и кредитные ресурсы. Речь идет о миллионах не суммах, а долларов. Понимаете? На обучение сотрудников там есть до 6% от стоимости гранта или кредита. Но все-таки деньги уходят на обучение. Ну, без обучения сейчас это инновационное время. Сейчас у нас есть результаты этого обучения. Результаты, конечно, есть. А в настоящее время мы берем кредиты, гранты, все по назначению идет. Вот скажите, товарищ Киримали, вот здесь неправильно сделали. Почему? Потому что все гранты, которые получают, и кредиты, как положено, распределяются, и мониторинг делается, контролируется. Тем не менее, очень много нерешенных вопросов в самом министерстве. Вам нужно решать вопрос об объединении сельхозпроизводителей в кооперативы, решать вопрос о проведении идентификации животных, так, чтобы, наконец-то, ветеринарный контроль был снят с Кыргызско-Газовской границы. Этот список нужно продолжать бесконечно, список нерешенных вопросов. Поэтому сейчас, как нам кажется, настало время уже выходить из спячки и не расслабляться, а работать упорно. Вам спасибо за участие в нашей программе. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях были заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и милиорации Кыргызстана Джаныбек Керималиев и генеральный секретарь антикоррупционного делового совета Нурипа Муканова. До свидания. Спасибо вам большое. Далее наш выпуск продолжит рубрика «Рейтинг кампании». Рейтинг кампании «Рейтинг кампании» «Рейтинг кампании» «Рейтинг кампании» Если это общество с ограниченной ответственностью, через преобразование его в акционерное общество. А если это уже акционерное общество, то через расширение состава держателей акций. Но охотно ли на такой шаг идут предприниматели? Об этом расскажут специалисты фондовой биржи. Статистика торгов и финансовый ликбез далее в нашей программе. 27 сделок на 40 с лишним миллионов сомов. Такой объем на фондовой бирже по итогам последних торгов обеспечили всего 10 компаний. Сокращение составило 60%. Это объясняется тем, что интерес участников рынка к перепродаже акций заметно поубавился. В небольших объемах были зарегистрированы сделки с ценными бумагами аэропорта Монас, финанс-кредит банка, дорожно-строительного управления, компанией антибиотики и Аюгарант. Последний участник выкупил собственные акции, что привело к снижению уставного капитала страховой фирмы до 400 миллионов сомов. Ранее он находился на уровне 700 миллионов сомов. Вы знаете, в наших условиях понижение уставного капитала или повышение его, оно может быть связано с различными причинами. В целом на рынке компании идут на обратный выкуп своих акций для того, чтобы уменьшить число акционеров и увеличить свою прибыль. В случае, если компания не может получить кредит или займ, не отвечает требованиям банка, у нее есть выбор пойти и привлечь финансирование у дополнительных акционеров, потенциально соучредителей компании. Это можно сделать преобразованием ОСО, акционерного общества. Тем самым, преобразовавшись, вы продаете свои акции дополнительным акционерам. Например, на нашем рынке я могу привезти 5 компаний, 5 самых крупных компаний по капитализации, иначе говоря, по стоимости. Это вот международный аэропорт Манас, у него капитализация почти 2 миллиарда сомов, электрические станции, Бишкек-теплосеть, торговый дом Минтуркун и акционерное общество Тепличный. Для примера, количество их акционеров, допустим, у международного аэропорта Манас равняется 2356 человек, электрические станции 19885 и так далее. Это является как раз демонстрацией того, насколько круг ваших акционеров и, соответственно, объем инвестиций может ваше предприятие привлечь путем выпуска дополнительных акций либо продажи существующих акций. Частные лица зачастую не совсем охотно идут на такого рода шаги, поскольку фондовая биржа выставляет определенные требования. Допустим, к собственному капиталу. Это 100 миллионов сомов. Почему биржа установила именно этот лимит? Скорее всего, это вот как раз та грань, которая отделяет малый и средний бизнес от уже более крупного бизнеса. Несмотря на небольшой объем проведенных торгов, индекс фондовой биржи вырос на 0,87 пункта. Капитализация листинговых компаний увеличилась на 300 тысяч сумм. Капитализация листинговых компаний в Капитализация листинговых компаний Капитализация листинговых компаний происходято в súenteen сези. Капитализация листинговых компаний glasa сnik Потомуío. Капитализация листинговых компаний кажет листинговых компаний pancakes с жертв másковой альтеровой yea work на serving. Капитализация листинговых компаний Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон